Остросюжетный детектив начался вчера поздно вечером в редакции сайта Страна.юэй. Это один из самых популярных интернет-ресурсов в Украине. В редакцию пришли силовики и, как водится, не представившись, начали обыск. С каждым часом подробности этой истории становились все скандальнее. Тональность заявлений обвинителей хорошо иллюстрирует пост генпрокурора Юрия Луценко в Фейсбуке, мол, доигрались. Красиво разложенные по столу долларовые купюры, следователи, которые проводят обыск, и сам главред страны Игорь Гужева, ожидающий, каким конкретно будет обвинение. Все это мы увидели в Фейсбуке. И вот с самим обвинением против главреда страны разобраться должно быть все-таки просто. Состав преступления, вымогательства должен быть очевидным. Как только силовики обеспечат доступ к материалам дела, можно будет сразу увидеть, насколько обоснованы их заявления. Это уже начала делать пресс-секретарь генеральной прокуратуры Лариса Сарган. На своей странице в Фейсбуке она разместила 4 видеоролика, ведет переговоры, в ходе которых звучат пятизначные суммы в долларах. Сам Гужева сегодня уже обнародовал свою версию произошедшего. Буквально полчаса назад появилось видеообращение главреда страны Юэй. Все обвинения он отвергает и объясняет происходящее попыткой взять под контроль популярный медиаресурс. Я на самом деле пытался понять, что это за люди, которые приходят ко мне с такими предложениями. Пытался понять, почему Ленько хочет за такие деньги снять материалы, поэтому задавал ему дополнительные вопросы Антону. Но по итогу, так как я уже тогда понимал, что скорее всего это некая подстава и вообще-то не в наших принципах снимать материалы за деньги, мы материалы про Ленько за деньги не сняли. Все могут до сих пор прочитать материал на нашем сайте. Ни один из них ни про Ляшко, ни про Ленько не был снят и не будет снят. Генпрокуратура же сегодня тоже четко определила свою позицию. Это сделал на своей пресс-конференции Юрий Луценко. Вчерашнюю справу протягом периода с березня месяца також начинало ДФС. Бо органи правопередку отримали заяву от народного депутата Украины про то, что из него требуется сумма 20 тысяч долларов за неразмещение паном Гужевой на своих медиаресурсах материалов компрометующего характера. Народный депутат волил уникнуть этих публикаций, которые дискредитуют его особистое и публичное житие. А вот другая тема, возможно, гораздо более интересная, все-таки ушла на второй план. Это касается нардепа от радикальной партии Дмитрия Ленько, по заявлению которого якобы и закрутилось расследование вокруг Гужбы. Ленько утверждает, что его, цитирую, шантажировали, угрожая публиковать какие-то факты об образе жизни. На сегодняшней пресс-конференции генпрокурор заявил, что не собирается оценивать компромат на Ленько, за непубликацию которого якобы и требовали деньги у нардепа. Тем не менее, если заявленная цена вопроса за то, чтобы тайное не стало явным аж 20 тысяч долларов, то это, возможно, все-таки стоит проверить правоохранителям. Ну, а Игорю Гужве уже официально вручили подозрение. Причем любопытно, что в самом документе сказано, Гужва лично встречался с Ленько. Сам Гужва именно такие встречи, напомню, отрицает. Меру пресечения в суде будут выбирать уже завтра. Субтитры создавал DimaTorzok